Доброе утро! Как отличить бережное и аккуратное обращение с вещью от привязанности к материальному, к этой вещи. И еще у него вопрос. Если люди плохо обращаются с чужими вещами, это проявление чего? Ну, как не привязываться к вещи, надо понять, что каждая вещь – это инструмент для того, чтобы в этом мире что-то создать. То есть, прежде всего, воспитать себя и окружающих людей, то есть что-то вырастить. Если ты это рассматриваешь как инструмент и знаешь ему цену, это одно. Если эта вещь становится для тебя целью, надо эту грань разделить, когда вещь становится целью, и когда вещь является средством для реализации каких-то программ. Есть у тебя, я не знаю что, пылесос – это программа, с помощью которой ты жил в чистоте. Или там швабра с тряпкой, или не знаю что еще. Ионизатор воздуха. Ты понимаешь, что это вещь для того, чтобы пространство гармонизировать. И ты используешь этот объект – это одно. Когда для себя это становится вещью для накопительства, такое тоже происходит. Ты дрожишь, как бы с ним ничего не произошло. И если оно пропадает, у тебя начинается стресс, то это уже признак привязки. Но эту грань нужно очень четко разделять. То есть, если ты к бережно вещам не относишься, в особенности с ценным, то ты будешь заработанные свои ресурсы быстро тратить. То есть, соответственно, у тебя, скорее всего, появится дефицит определенный. А дефицит будет приносить тебе проблемы. Нет у тебя пылесоса, да, то есть тебе приходится удалять пыль другим способом. А это долго, это, скажем так, пыль, она пачкает одежду. То есть, будет перерасход ресурсов. Для чего нужны все вещи какие-то качественные, хорошие. Чтобы сделать нашу жизнь легче, какие-то механистические вещи не отнимали от нас много сил. То есть, чтобы мы не превратились в работающих роботов. Поэтому о этих вещах нужно заботиться. Поэтому эти вещи нужно делать качественные, поэтому за ними нужно следить. Если кто-то другой к ним относится, к этим вещам плохо, то, соответственно, надо понимать, что кому-то эти вещи давать нельзя. Если человек не относится ответственно к данным вещам, ему эти вещи давать нельзя. Либо за ним присматривать, как за маленькими детьми, соответственно, есть такая возможность. Либо дать человеку возможность выполнить работу без этой вещи, чтобы он помаялся, понимать ценность этой вещи. Это вопрос воспитания. Все вопросы воспитания основаны на мировоззрении, которое человек либо принимает, либо не принимает, либо хочет учиться и развиваться, либо не хочет. Субтитры создавал DimaTorzok